Андрей Козырев, экс-министр иностранных дел России, собственно, предшественник Сергея Лаврова на этом посту. Здравствуйте, Андрей. Были ли прецеденты такие по высылке такого количества людей, как сейчас больше 250 человек уже выслано? Я говорю, что в России, в российской истории, вот, новой России, конечно, ничего похожего не было. Были какие-то единичные случаи. И вообще это довольно беспрецедентная ситуация, когда одна за другой страны, причем наиболее развитые демократические страны, с которыми в Европе, с которыми нам бы было лучше всего сотрудничать. Это те страны, которые нам вообще нужны для того, чтобы модернизировать экономику, не зависеть беспрерывно от цен на нефть и развивать все от дипломатии до высоких технологий. Вот я очень рад, что из наших генов, которые я когда-то тоже заканчивал, ребята находят, девушки находят место говорить там, где можно говорить правду. Вот я поэтому обратился, еще раз обращаюсь к российским дипломатам, если они увидят, услышат. Уходите, ребята, в отставку, потому что это тупик. У этой страны сейчас нет дипломатии. Это не дипломатия, а та же самая пропаганда, которая звучит на Первом и других официальных каналах. И это чудовищно, передавать эту информацию, чудовищно отрицать то, что весь мир и так знает. От того, что вы будете продолжать лгать и говорить, что ничего этого не было, например, в Буче, от этого ничего не изменится, потому что всем уже ясно абсолютно, что это так и было. И, к сожалению, это будет продолжаться, наверное, в других местах. И участвовать в этом, представлять вот эту администрацию, которая вот это делает, это чудовищно. Поэтому не делать этого. И даже с личной точки зрения, я могу сказать, если уйти в отставку сейчас, то это значит сохранить свое достоинство и сохранить свою профессиональную гордость. А если остаться, и тебя еще и вышлют, а там будут еще и дальше высылать, потому что людям просто надоело это все слушать, эту ложь от дипломата в том числе. И высланный ему потом будет невозможно вернуться к своей профессиональной деятельности. Вот вы сможете потом стать дипломатом. А они не смогут, потому что если ты был стран один раз, то тебя второй раз уже считают, как вам сказать, персоной нон-грата, и никуда, во всяком случае, в нормальную страну не примут. А я как раз хотела спросить, вообще, как случилась такая деградация российской дипломатии? Это Лавров как бы своим дурным примером повлиял на остальных? Или Лавров сам является неким продуктом, уже неким продуктом системы? То есть он просто занял место, которое среди их худших оказался лучшим? Да, вы знаете, Лавров — это моя боль, потому что, представьте себе, что один из ваших друзей в институте, с кем вы учились, и потом я его продвигал, назначил его заместителем своим. Он у меня работал замом в самые тяжелые годы, в начале 90-х. Кстати, тогда, когда мы создавали СНГ, когда мы оставались в Совете Безопасности вместо Советского Союза, это, кстати, было очень непросто, и устанавливали дружественные, добрососедские отношения с Украиной и с другими республиками, новыми. И во всем этом Сергей Лавров был со мной вместе. Поэтому мне чудовищно больно, что он превратился тоже в рупор вот этой всей лживой пропаганды. И он достаточно умный человек, чтобы прекрасно понимать, что это ложь все. И он знает английский язык, он имеет, наверное, возможность, в отличие от россиян, осмотреть там любые западные каналы, которые показывают эту правду. И все, повторять вот эту ложь, мне это очень больно смотреть, это чудовищно неприятно. Продукт он? Да, конечно, продукт. Я не знаю только, зачем он лично в этом участвует. И я не могу понять, зачем сейчас. Я еще раз возвращаюсь к этой мысли. Да, система чудовищная. Да, режим чудовищный. И он совершает эти преступления. Но военные, те, кто служит этому режиму в армии, не должны совершать преступления. Даже если им дают преступный приказ. Выполнять преступный приказ нельзя. И то же самое относится и к дипломатам. Если тебе дают преступный приказ утверждать вот эту ложь, то ты не должен этого делать. Я через это все прошел в августе 91-го года, когда советским дипломатам дали инструкцию поддерживать ГКЧП. И я был в Париже в тот момент, на следующий день, 20-го числа. И там были советские представители. И они вот эту ложь распространяли, которую говорило ГКЧП. Но ничего. Значит, потом им было стыдно. И они оправдывались. Я не стал всех увольнять, потому что поверил в то, что, наверное, они там один раз ошиблись. Но это ошибиться один день. Это продолжалось тогда всего два дня или три. И они, может быть, не успели сориентироваться. Но сейчас это продолжается. Уже 33 дня. И для этого надо быть полным, непроходимым. Идиотом у меня, извините, чтобы не понимать, что происходит. И они, опять-таки, в отличие от российских граждан, которых просто сейчас изолировали от всего мира. И опустился опять железный занавес в своем роде. И вот я надеюсь, что ваша передача как-то туда доходит внутрь России. Но дипломаты-то сидят за рубежом. И они вот это все видят. Ну, достаточно включить, я не знаю, CNN, Fox News, любую программу, BBC. И вы увидите эти чудовищные кадры вот этих разрушений, вот этого насилия. Просто, ну, на уровне каких-то действительно нацистских воспоминаний, которые приходят в голову. И они это видят, они-то это знают и видят это каждый день. И продолжают там сидеть и бормотать вот эту чушь, которой никто не верит. Никто абсолютно не верит. Я не знаю, как это можно. Мне это непонятно. Просто психологически даже непонятно. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вам как профессиональному дипломату, наверное, больно сейчас наблюдать, во что превратились отношения России и Украины. И как, на ваш взгляд, вообще они будут выглядеть дальше? Возможно ли когда-то восстановление полноценных, дружеских, я не говорю слово братских, просто дружественных, добрососедских отношений с Украиной? Возможно. Но для этого Россия должна измениться. Для этого нужно вывести все войска из Украины. Немедленно прекратить вот эту резню. И вывести войска и из Крыма, и из Донбасса, так называемого. Прекратить агрессию. Это прежде всего нужно сделать сейчас же. Во-вторых, да, вы знаете, со временем, если будет нормальный режим в России, если в России будет демократический режим, ему придется провести десталинизацию. Это то, что у нас не получилось в свое время. Но это все то же самое, что было при Сталине. Та же логика, та же кровавая война и так далее. То есть придется это провести, то есть провести какую-то серию серьезных внутренних мероприятий, чтобы народ наш был не замучен этой всей пропагандой, а начал понимать, что реально произошло вот хотя бы в эти последние 30 дней. И тогда все может наладиться. Ну посмотрите, Германия, фашистская Германия была, нацистская Германия, настоящая, не ложь, как сейчас говорят, что в Украине там нацисты какие-то, которых никто никогда не видел, а настоящие нацисты, которые напали на Россию. И ничего, да, со временем нельзя сохранять эту ненависть всегда, понимаете. Вот говорят, что многие там у нас верующие, но посмотрите, Иисус Христос говорил, что нельзя ненавидеть бесконечно. Значит, если Россия станет демократической страной и преодолеет вот этот чудовищный опыт, который сейчас, то да, так же, как мы приняли Германию, сейчас весь мир принял Германию как демократическую страну. И никто не мстит за фашизм, и у многих очень хорошее отношение правильное к современной Германии, к демократической Германии. То же самое будет и с Россией, и все эти братские связи, конечно, восстановятся, но только при условии, что Россия будет демократической страной. Спасибо большое, спасибо большое, что пришли к нам в эфир. Хорошо, что наладилась связь, было очень интересно. Спасибо, Андрей Владимирович. Спасибо вам большое. Спасибо.